Европарламент рассмотрел и принял доклад об основных правах в Европейском Союзе. Наш депутат Татьяна Жданок в своем выступлении при обсуждении этого документа отметила, что доклад не достигает своей цели, потому что в нем используются двойные стандарты и избирательность. В частности, наряду с антисемитизмом, расизмом, исламофобией, Европа никак не хочет увидеть и добавить в этот доклад иерусофобию. Но один момент все же оказался в итоговом документе, а именно пункт о том, что меры, принимаемые на основе национальной безопасности, должны быть необходимыми и соразмерными, и не должны подрывать права, гарантированные Харти Европейского Союза об основных правах, в которой есть статья, запрещающая коллективные высылки. Спасибо Татьяне Жданок, которая единственная из евродепутатов от Латвии, уже более года регулярно поднимает вопрос в Европарламенте с гражданами РФ, которые ранее были гражданами или не гражданами Латвии. Со своей стороны, я также информировала несколько раз международные, в том числе и европейские организации об этой ситуации. Но все-таки сотням из этих людей грозит сейчас высылка из страны. И поэтому власти теперь пытаются выполнить свой изуверский закон, но так, чтобы это не выглядело массовым выдворением. Интересно также, что в доклад снова включен пункт об образовании нас меньшинств на их языке. И это после решения ЕСПЧ по русским частным и муниципальным школам в Латвии. В нем говорится о важности того, чтобы дети, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли посещать школы, предлагающие обучение на их языке, и поощрять вовлечение представителей национальных меньшинств в процессы принятия решений, влияющих на их систему образования. Ключевые ценности, на которых основан союз, закреплены в статье 2 Договора о Европейском Союзе и включают в себя уважение человеческого достоинства, свободу, демократию, равенство, верховенство закона и уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Так, во всяком случае, задекларировано. В целом же очевидно, что наши с вами права придется продолжать отстаивать нам самим и менять систему, разворачивать ее в сторону защиты наших прав, прав нас меньшинств.